Елена Баранник, спикер главного управления национальной полиции в Харьковской области, с нами на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый ранок. Елена, давайте начнем с оперативной ситуации в Харьковской области. Обстреливал ли враг регион и из какого вооружения? Да, безусловно. Обстрелы, особенно приграничных, прифронтовых районах, продолжаются. Это и Купенский район, это и Липецкая территориальная громада, продолжаются обстрелы и Боровской территориальной громады, и Волчанск. Все вы знаете, что там продолжаются и бои, и, естественно, страдает и вообще Волчанская территориальная громада. Враг продолжает применять против мирного населения управляемые авиабомбы. То, что ближе к фронту, бывают и танковые обстрелы, страдают люди, и это артиллерийских, ненаметных обстрелов. Это продолжается уже который день. И вчера серьезный обстрел был в Дергачах. На сегодня мы знаем про 12 раненых, людей, которые пострадали. В следствии обстрела. Речь шла тоже об управляемых авиабомбах. И, к сожалению, среди пострадавших трое детей. К счастью, у них острая реакция на стресс. То есть никаких физических ускорений нет. Но, тем не менее, вот такая у нас ситуация. И это происходит практически каждый день. Вот сам Харьков тоже опять под усиленными обстрелами. Вот в последнее время оккупанты почти ежедневно бьют по городу кабами. И снова по жилым кварталам, по детским садам, школам. Ну вот, как сообщил глава региона, 23 июня впервые по городу, по территории частной школы был выпущен КАП-250, боеприпас с крыльями и GPS-модулем. А что это за боеприпас? Насколько он опасен и насколько он точен? Ну, вы знаете, говорить об опасности и точности, наверное, не приходится. Да, этот боеприпас относится к категории точных боеприпасов, назову так. Но, опять же, если мы говорим о точности. Точность какая? Шарахнуть этим боеприпасом по школе, по жилому дому, по массовой застройке в центре города. Поэтому, ну, точность какая? Точность в чем? Все время обстреливаются жилые застройки, все время обстреливаются районы, где очень много жилых домов, где многоэтажки, где детские площадки, где люди живут и ходят на работу, гуляют с детьми, ходят в магазины. Поэтому говорить о какой-то небывалой точности, если бы речь шла о том, что этот боеприпас прилетел куда-то в какое-то военное подразделение, но если проанализировать, куда прилетают боеприпасы, то там нет в зоне поражения этого боеприпаса. Там в радиусе километра и больше вообще нет ничего военного, чтобы можно было сказать, чтобы Россия ударила по какому-то или складу, или по какому-то подразделению. Речь идет о том, что они продолжают кошмарить, терроризировать мирное население. Причем речь идет не только о Харькове, а вообще о всей Харьковской области. А какие населенные пункты, какие районы области больше всего страдают от обстрелов? Как я уже сказала, это безусловно Волчанский район, это безусловно Липецкий район. Липцы это то, что находится вообще рядышком с Харьковом, и мы постоянно слышим эти обстрелы. Иногда это происходит настолько близко, именно на территории Липецкой территориальной громады, что появляются от некоторых людей сообщения, что прилетела по Харькову. Но это мы слышим, особенно в ночное, позднее вечернее время. Это именно прилетает, вражеские снаряды прилетают по лицам. Безусловно, под сильнейшими обстрелами продолжает находиться Купинск и прилегающие к Купинску населенные пункты. И это, безусловно, очень и страшно, и тяжело. Но люди продолжают жить, потому что они продолжают верить в наши сбройные силы Украины. Из пяти сел Боровской общины, это в Зюмском районе, была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми. Вот началась ли она и сколько детей оттуда нужно эвакуировать? Куда их везут? Значит, решение именно о принудительной эвакуации еще не принято. Это только рассматривается. Но я хочу сразу сказать, что речь идет не только об Боровской громаде. У нас эвакуация, она не останавливается. Она продолжается со всех районов, со всех населенных пунктов, которые страдают от постоянных обстрелов войск Российской Федерации. Это и Волчанск, это и Купенск, это и Литция. И, безусловно, это Боровая. Когда речь идет об эвакуации, то мы говорим не только о полиции. Хотя и полиция принимает активное участие. И кто угодно, любой человек, который решил эвакуироваться, может обратиться к полиции. Этим же занимается и местная администрация. Все это происходит под контролем и урегулированием областной военной администрации. Помогают серьезно волонтеры. То есть это такая совместная работа, чтобы вывести людей в безопасные районы. Или Харькова, или близлежащих областей. Во всяком случае туда, где люди не будут так страдать. И не будут подвергать своей жизни смертельной опасности. А вот если говорить вообще, как проходит эвакуация, принудительная эвакуация семей с детьми. Это родители сами обращаются к полицейским, к местным властям. Или наоборот, полиция ищет эти семьи, которые надо вывезти. Как вот это происходит? Ну, как я и сказала, это совместная работа. Списки составляет местная администрация. И, безусловно, полиция тоже получает эти списки. Мы активную работу ведем с людьми, профилактическую работу. Мы им обязательно объясняем, насколько это важно. И, безусловно, когда речь идет о принудительной, именно о принудительной эвакуации, то там уже родителям объясняется, что они не имеют права отказаться. И, в принципе, когда объявлялась принудительная эвакуация, то у нас таких людей, которые сопротивлялись эвакуации, было гораздо меньше, потому что они понимали, что речь идет о жизни их детей. И, в принципе, из таких районов, как Копинск, которые были особенно приближены к зоне боевых действий, из Волчанска, из Липцев, вывезли уже практически все семьи с детьми. Я подчеркиваю, это и в населенных пунктах, которые очень близко находились к зоне боевых действий. Где-то эти семьи еще остаются. По каждому району это разные показатели. Но, тем не менее, мы все на связи. И это коллективная работа. И мы, безусловно, будем вывозить всех, кто захочет выехать. И, безусловно, когда будет объявлена принудительная эвакуация в Бородском районе, то, о чем вы спрашивали чуточку раньше, то, безусловно, и полиция будет включена к этим мероприятиям. И мы будем ездить по тем адресам, где находятся семьи, тем более семьи зрителей. А вот что касается детей-сирот и лишенных родительской опеки, а сколько таких в Боровской общине? Их уже начали вывозить или нет? Да, я сейчас точно как раз про это и не скажу, потому что этот процесс, как я уже сказала, постоянный. Их вывозят, потому что это, скажем так, даже проще сделать, потому что если они с опекунами живут, это одно. Если это какой-то заклад, такое учреждение, то это коллективный вывоз детей, и это гораздо проще сделать, быстрее. И им предоставляются, безусловно, и жилье, и, насколько я знаю, обла администрация подключалась, их вывозили и на какие-то реабилитационные пункты. То есть этим детям, безусловно, тоже уделяется должное внимание, и эти дети не останутся без внимания взрослых. Это наша обязанность, это наше моральное ответственность. Вы говорили о том, что каждый день мирных жителей обстреливают в разных городах Харьковской области. В прошлый раз мы с вами общались, вы говорили, что в области уже свыше 20 тысяч уголовных дел открыто, связанных с преступлениями России, с агрессией России. А вот когда под обстрелами находится постоянно город Харьков и область, насколько сложно собирать вот эти доказательства военных преступлений? Ну, это, безусловно, достаточно сложно, особенно если обстрелы такие интенсивные. И бывает так, что не всегда следственная оперативная группа, криминалисты или взрывотехническая служба может попасть или спасатели, сотрудники службы чрезвычайных ситуаций могут попасть на то место, где или пожар, или, не дай бог, пострадавшие люди. И приходится пережидать как раз потому, ну, и это самая главная сложность, когда лучше всего, конечно, если сразу после обстрела приезжают экстренные службы и собирают вещественные доказательства очередного преступления российских войск. Но, тем не менее, в целях безопасности нужно переждать и уже через несколько часов или проводить потом доосмотр, если вдруг звучит постоянно воздушная тревога и невозможно продолжать работу на месте обстрела, скажем так. И так было и в Харькове, вот и 22 июня, и 23 июня, когда 22 июня дом, многоэтажка пострадала, там было много пострадавших, около 60 человек, в том числе и трое погибших, причем это были, как говорится, просто пресечные громадяны. Женщина стояла на остановке, мужчина оказался где-то в районе эпицентра взрыва, поэтому в жизни его, ну там, вариантов не было. Он умер сразу на месте, на улице, хотя это был обычный пешеход. Вы, наверное, и по видео видели, как прилетел снаряд, сколько машин пострадало. То есть и несколько раз, когда происходило документирование, там работали все на месте эпицентра взрыва, и взрыво-техническая служба, и следствия, и криминалисты, было много журналистов, но тем не менее звучала воздушная тревога, и мы все вынуждены были покидать это место, чтобы пересдать, чтобы не прилетело повторно, и чтобы не были дополнительными жертвами как раз во время работы всех служб. И так происходит, к сожалению, практически каждый день, практически после каждого обстрела. На днях следователи заочно объявили военнослужащему РФ подозрение в жестоком обращении с гражданским населением, это во время оккупации села Гусаровка, речь о командире 7-го отдельного гвардейского мотострелецкого полка, 11-го армейского корпуса Балтийского флота Западного военного округа. Вот его даже Путин награждал. Расскажите подробнее об этом деле. Да, вот этот кат, насильник, убийца, это герой России. Его наградил Путин. Речь идет о селе Гусаровка, когда это село оказалось в оккупации, это Балатлейский район в Тальковской области, и тогда погибли, были расстреляны, не погибли, это неправильно, были расстреляны 5 мужчин молодых, которые шли просто дарить коров. И на блокпосту их задержали россияне, это блокпост, который они поставили, и они дали им час на то, чтобы они пошли, подавили коров и вернулись. Я много подробностей не буду рассказывать, я скажу только, что все эти пятеро ребят оказались в подвале, потому что кому-то что-то не понравилось. И сначала расстреляли троих, и в этом как раз принимал участие вот этот вот российский убийца, герой России, и ему не понравилось, как они разговаривали, что они говорили. И самое интересное, после издевательства, после того, что им все время угрожали убийством, им, кстати, стреляли по ногам, когда их выводили, они находились в жутких условиях, то есть в этом подвале не давали им воду, были серьезные проблемы с едой, в туалет они ходили там же. Вот такие вот герои России мы видим, что действительно... В результате расстреляли еще двоих, причем один из этих россиян спросил, добил, добил. Живучие оказались. Это жуткие истории, жуткие истории вы рассказываете. Елена, благодарим, что вы присоединились к нашему эфиру. Елена Бараник, спикер главного управления национальной полиции в Харьковской области, была на связи с Фридомом. Главные события Украины и мира. Самые интересные аналитические обзоры от авторитетных спикеров на YouTube Freedom. Подпишитесь, чтобы быть в курсе событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова